здравствуйте дорогие друзья напишите пожалуйста как меня видно как слышно меня зовут сходоев алексей и сегодня собственно мы проведем вебинар как водные так и расширенной техникой экономически приветствую всех на дневном традиционном вебинаре напишите пожалуйста как видно меня как слышно я надеюсь что все замечательно слышно и видно хорошо вводный вебинар у нас как правило предоставляется возможность именно получить четкую емкую лаконичную информацию максимально мы стараемся с сергей анатольевичем улучшить вводный вебинар более того со всей командой skyway capital мы для вас готовим очень серьезную систему раскрывать суть я пока что ее не буду но в том числе и вебинары от ведущих спикеров самые главные самые нужные темы они будут освещены буквальном смысле на автомате и я прекрасно понимаю сегодняшние этапы нашего проекта когда у многих нет времени посмотреть вебинар те кто присоединяется к проекту настолько быстро понимает суть проекта что на самом деле начинает развивать этот проект стремительно и быстро и несмотря на то что данные вебинары для новичков предназначены для новичков в первую очередь посещают те люди которые 2 3 4 5 и более раз присутствуют на вебинарах но так как все же вебинар для новичков пожалуйста те кто присутствует в первый раз поставьте циферку 1 или 0 в чате и проголосуйте чтобы понимать каким образом вообще строить вебинар в любом случае данный вебинар будет проведен как для новичков и если у нас присутствует люди которые в первый раз слышат о проекте skyway на вводном технико-экономическом вебинаре поставьте циферку 1 либо 0 в чате но я собственно закрывая опросник и на сегодняшний вебинар мы построим именно как вводный который начинается в 12 по москве то есть сейчас и и соответственно далее пройдет расширенный техника экономический вебинар на котором мы уже освещаем сергею анатольевичем более серьезные аспекты более глубокое рассмотрение skyway и каким образом действительно skyway будет менять жизнь ближайшего нашего будущего это дамы и господа затронет абсолютно всех потому что струнная технология стремительно набирает обороты стремительно набирает потенциальные адресные проекты из которых будет складываться капитализация и действительно то что сергей анатольевич еще в макроэкономическом прогнозе до 2030 года описывал еще в 2007 году начинает сбываться и самое главное то что сергей анатольевич примерно в 2000-х годах ввел концепцию и понятие транснет то есть что такое транснет хотелось бы чтобы каждый новичок который прослушает вебинар либо сейчас слушает вебинар понимал что транснет это сеть которая по нашему мнению будет следовать за интернет то есть если интернет это соответственно виртуальное воплощение то сеть транснет это будет уже физическое воплощение перемещение не только цифровых данных но перемещение товаров грузов естественно пассажиров естественно основной ценностью сети транснет является безопасность комфорт и скорость перемещения в первую очередь человека потому что транснет изменит по нашему мнению по мнению приверженцев школы skyway приверженцев школы анатолия дуарда череницкого и от технологии skyway будет отходить очень много направлений соответственно мы считаем что действительно сеть транснет покутает за ближайшие десятилетия ну если не всю планету то будет построена десятки миллионов километров дорог как минимум и собственно только российская федерация нуждается примерно 6 7 миллионов дополнительных километров дорог и на сегодняшний день весь мир понимает что нужно менять ситуацию в сфере транспорта сфере перемещения и я могу сказать что об этом было услышано в том числе у высших правителей всех фактических государств то есть более 140 государств во всем мире в прошлом году подписали конвенцию в париже он на которой обсуждалась именно проблемы глобального потепления про проблемы изменения климата и проблемы влияния выброса co2 на нашу с вами планету земля и на атмосферу на воздух которым мы дышим и на самом деле сеть транснет помимо того что это будет физическим воплощением интернет то есть информационная коммуникационная сеть также это будет эффективно и недорогая как в строительстве так и в использовании в эксплуатации по сравнению с сегодняшними методами как строительство так эксплуатации современных транспортных средств соответственно транспортная энергетическая и даже социальная сеть и на самом деле дамы и господа мир подходит к тому что потребность в этом резко ощущается то есть сегодня многие процессы в нашей поседневной жизни можно действительно совершить фактически мгновенно многие процессы которые пугали я буду говорить по своему опыту пугали меня раньше денежные транзакции раньше это я могу сказать примерно чуть более пяти лет назад то есть шесть лет назад я действительно боялся совершать денежную транзакцию через интернет-банк сбербанка потому что в начале я несмотря на то что являюсь поколением x так скажем конечно уже не игрека потому что на данный момент мне 30 лет но соответственно я родился в эпоху когда появились первые простейшие компьютеры то есть были за их спектрум и так далее и стремительно начал развиваться пятый технологический уклад то есть все средства коммуникации которые мы сегодня используем то есть современные смартфоны прочно вошли в жизни представители моего поколения так скажем но представьте себе 6 лет я действительно боялся совершать денежную транзакцию и на самом деле сегодня наш технологический прогресс настолько стремительно развивается что теория технологической сингулярности раймонда курсвелла она абсолютно подтверждается и оправдана то есть фактически все развивается можно так сказать по параболе восходящий вверх и в конечном счете если сравнивать с временем технического прогресса и развитием технического прогресса то все будет сливаться буквально в точку это на сегодняшний день мы наблюдаем дамы и господа при стремительном развитии технологий если кому-то когда-то казалось что невозможно будет строить дома допустим один этаж за одну неделю посмотрите китайские разработки посмотрите на сегодняшний день я китайские и не только технологии 3d принтера более того же 3d принтеры используются в создании том числе человеческих органов что мы не приветствуем потому что на самом деле технология skyway сеть транснет не регенерирует не как-то трансформирует окружающую среду либо здоровье человека наоборот восстанавливает то есть примеров этому была масса один из примеров серьезных загрязнений наших окружая нашей окружающей среды это похала ракфеллера то есть эпоха монополии стандарт ойл и тогда собственно нефть фактически не оценилась то есть нефть использовалась абсолютно не по назначению да и сейчас она используется не по назначению то есть двигатели двигателях внутреннего сгорания это не совсем так скажем по назначению и были загрязнены реки были загрязнены озера не переработана нефтью и на самом деле дамы и господа сегодня как и в лондоне также академия наук лондонская говорила о том прогнозировала что на самом деле очень серьезная опасность было загрязнение ну так скажем продуктами жизнедеятельности гужевого транспорта то есть попросту лошадей и лондон мог если не не был осуществлен переход на с гужевого транспорта на более современное перемещение то есть автомобили то соответственно никакой нормальной жизни и функционирования мегаполиса не могло быть и речи на сегодняшний день мы подходим уже к тому что остро и резко стоит проблема выброса выхлопных газов воздействия канцерогенных веществ которые выделяются при перемещении обычной пневмашины обычному асфальту проблема которая не решается даже концепции электромобилей более того мы можем сказать что электромобили вообще не решает эту проблему потому что все равно энергию где-то нужно брать все равно где-то она сжигается на теплоэлектростанции либо уголь сжигается либо каким-то образом выделяется энергия то есть либо мазут жжется либо еще более серьезные и опасные для человечества вообще в целом то есть атомная электроэнергия которая оказалась безопасной до катастрофы на чернобыльской аэс и на самом деле все эти преграды которые имеет на сегодняшний день технологическое развитие современного транспорта современной энергетики анатолий эдуардович уницкий предвидел как истинный визионер действительно не побоюсь этого слова истинный леонардо да винчи нашего времени еще в конце 70-х годов анатолий эдуардович уницкий продвигал достаточно много изобретений которые применялись вообще в промышленности и сотни миллионов рублей был экономический эффект от применения в советской еще промышленности анатолий эдуардович достаточно много образований одно из них патентное право и соответственно это было получено именно это образование для того чтобы действительно правильно оформлять патенты множеством множество рационализаторов изобретателем доля дар дачу ницкий как помогал так и обучал таким образом правильно оформлять патенты но естественно судьба встречала некие противоречия при том факте что анатолий эдуардович на тот момент старался изо всех сил продвигать ту концепцию которая на тот момент значительно опережала время да и сегодня на самом деле эта концепция опережает время очень серьезно это концепция общепланетарного транспортного средства то есть если говорить про то как она будет выглядеть буквально несколько слайдов чтобы было понимание из какой концепции был была сформирована технология струнного транспорта вы видите соответственно на картинке кольцо которое будет опоясывать планету земля и на самом деле все было рассчитано еще тогда монографии в публикациях можете посмотреть и вы видите эстакаду которая схожа действительно состоясь к эстакадой которая сегодня реализуется и будет реализована в начале на экотехнопарке в мариной горке далее по всей планете повсеместно действительно и будет развиваться намного быстрее чем развивался интернет по темпам развития и соответственно вы видите вот именно часть этого кольца то есть это серьезная очень конструкция которая будет подниматься за счет раскрутки линейного двигателя и соответственно за счет действия центробежных сил за счет формирования магнитного поля внутри этой конструкции вся эта конструкция будет подниматься то есть фактически выталкивать себя вверх по эффекту барона минхаузен который был доказан и описан именно вот в плане ОТС Анатолий Эдуардович Аминницкий еще в восемьдесят восьмом году на международной конференции по неракетной индустриализации космоса и теоретически можно построить подобное ожерелье вокруг земли которое позволит вынести промышленность в открытый космос которое абсолютно нивелирует все вредные производства влияние вредных производств которые на сегодняшний день есть на планете земля и опять же повторяю вот подобные серьезные индустриальные эффекты они были произведены то есть если бы мы до сих пор не перерабатывали бы нефть и загрязняли бы наши реки озера как это происходило в эпоху рактейлера то на сегодняшний день была бы просто экологическая катастрофа и уже питьевая вода стоит дороже литра бензина литр питьевой воды дороже литра бензина и если бы это все продолжалось то ситуация была бы еще более плачевны ну и собственно многие я думаю сильно останавливаться не будем потому что многим покажется это абсолютно фантастическим таким вот изобретением конструкции вот здесь вы видите в том числе солнечную электростанцию то есть самый такой серьезный реактор и самая серьезная станция термоядерный реактор будет вообще вот является самым серьезным термоядерным реактором источником это наше с вами солнце то есть абсолютно любое количество энергии абсолютно доступно если построить такую конструкцию уже на орбите планеты земля но не будем очень сильно углубляться в это изобретение действительно великое изобретение которому все сторонники школы юницкого планирует вернуться у анатолий эдуардович я непосредственно задавал вопрос то есть при стабильном финансировании через сколько лет допустим от текущей даты если вот сейчас начать строить может быть реализовано данное конструкторское изобретение поистину планетарного масштаба анатолий эдуардович назвал дату 20 лет то есть дамы и господа у нас есть действительно к чему стремиться потому что уже сейчас анатолий эдуардович также сам рассчитывает что то собственно уже просчитывается и конструкторским научно-производственным конструкторским предприятием которое включает в себя более 13 кб но самое главное дамы и господа действительно развиваться повсеместно и создать ту стратегию которая уже создана которая позволит нам в виде корпорации заработать действительно более триллиона долларов и построить данное планетарное средство встретив сопротивление восемьдесят восьмом году не то что сопротивление но непонимание анатолий эдуардович юницкий стал продвигать свою идею и после многочисленных переговоров после многочисленных официальных обращений планируемых проектов то есть это достаточно много было пройдено этапов на развитие технологии skyway и были получены гранты ООН по развитию городской инфраструктуры каким образом струнный транспорт изменит концепцию населенных пунктов это подразделение ООН Хабитап и соответственно в двухтысячных годах действительно произошел переломный момент дамы и господа это встреча Сергея Анатольевича с Лебедем Александром Ивановичем произошла эта встреча абсолютно случайно и более того я могу вам сказать что все случайности в нашей жизни не случайны и Сергей Анатольевич еще не представляя каким образом в 2013 году начнется развиваться проект это концепция народного финансирования поэтому сегодня я обещаю на этом вебинаре поэтому многие слушают этот вебинар новички искренне надеемся и новички все больше и больше будут узнавать о проекте хотя бы просто узнать неважно будут инвестировать или нет потому что на самом деле инвестиции сейчас набирают рост в геометрической прогрессии действительно и Сергей Анатольевич рассказал Александр Иванович каким образом за 2-3 года увеличить ВВП Российской Федерации более чем 3-4 раза это концепция продажи пищевого льда и также концепция продажи чистой питьевой воды из русских озер возобновляемых источников из подземных пресных вод русских именно и соответственно это возможно только с помощью применений высокоскоростной технологии транспорта и сети будущего поколения сети Транснет Александр Иванович был очень сильно поражен и более того буквально через несколько недель был выделен первый транш из губернаторского фонда началось строительство полигона Московской области город Озеры с 2001 по 2009 год этот полигон существовал мирно сосуществовал со всеми сторонниками оппонентами и более того вы можете увидеть очень много доказательств тому на тот момент на телевидении то есть репортажи центральных телеканалов и так далее то есть это в 2013 году еще в 2014 году я присоединился и в 2013 году была подготовка юридической схемы финансовой схемы для формирования концепции народного финансирования проекта skyway и соответственно по 2009 год вся эта конструкция полигон простоял но почему он называется полигон и несмотря на то что там была масса проведена действительно экспериментов по улучшению струнной технологии на тот момент струнная технология могла серьезно диверсифицировать риски экономического возможного падения что мы на сегодняшний день дамы и господа с вами и наблюдаем на территории российской федерации диверсифицировать и разграничить действительно риски нашей сырьевой зависимости экономики то есть зависимости от нефти от нефти доллара зависимости от продажи газа и других ресурсов за пределы нашей страны создать действительно модернизационную экономику примените прорывные технологии модернизации и внедрите струнную технологию такие планы были то есть это рассматривалось в Красноярском крае в Хабаровском крае в самых различных на самом деле регионах и в 2009 году губернатором Ульяновской области господином Морозовым был представлен доклад на госсовете по инновациям в транспорте то есть была предложена концепция в качестве спецпрограммы развития ввести развитие струнного транспорта поддержать струнный транспорт на тот момент президентом был Дмитрий Анатольевич Медведев было получено распоряжение найти примерно 1 миллиард рублей на осуществление этого проекта но по неизвестным причинам ну дамы и господа это только к лучшему для нас с вами и только к лучшему для развития проекта в целом в 2009 году не установленными лицами полигон и поэтому и называется полигон потому что он претерпел настоящие военные действия он был разрушен и увезен в неизвестном направлении чтобы это сделать нужно было постараться и собственно применить спецтехнику применить самые различные газорезки бензопилы и так далее чтобы разрушить всю конструкцию и увести фактически стереть с лица земли на данный тестовый участок и после этого и также после многочисленных переговоров также были переговоры с одним из представителей кто сейчас в числе которых и кто инициирует Ашбан Московской области то есть Красногорск и с этими людьми были переговоры и с арабскими шейхами и с малазийским послом много-много очень было пройдено опять же переговоров дискуссии и планируемых проектов по развитию SkyWay но Анатолий Эдуардович Уницкий предпринял достаточно рисковый но абсолютно правильный шаг это пойдя по концепции народного финансирования и началу эпохи краудинвестинга именно в плане развития проекта SkyWay действительно это было вот сегодня уже с высоты развития проекта уже более двух лет мы можем сказать что это был абсолютно правильный шаг и Анатолий Эдуардович Уницкий опять же предвидел развитие компаний международные группы компаний по данному способу и соответственно сегодня более трехсот пятидесяти тысяч человек по всему миру более чем шестидесяти четырех странах просто поддерживают этот проект и многие наблюдают многие не являются инвесторами то есть активных инвесторов чуть больше более семидесяти тысяч на сегодняшний день у нас но это позволяет строить это позволило получить землю перед этим естественно сформировать ядро конструкторское инженеров под руководством Анатолия Эдуардовича Иницкого и в августе 2014 года это было сделано никто не верил в начале даже в это и соответственно я могу сказать что многие специалисты еще до схемы краудинвестинга говорили о том что технология SkyWay это действительно самая прорывная технология и транспорт который является наиболее эффективным как и по КПД колеса так и по трудозатратам при строительстве так и при затрате энергии электроэнергии либо топлива то есть этот двигатель внутреннего сгорания и соответственно строительство началось уже с 2015 года то есть если быть точным в июле 2015 года была получена земля 36 гектар в республике Беларусь Минская область Марина Горка и соответственно 7 октября был заложен нулевой километр до этого еще в августе 2015 года была капсула времени то есть это именно первый куб первого бетона вообще первого столба первого столба будущего струнного интеллектуального ограждения и тогда можно сказать уже была расчищена территория но было фактически чистое поле сегодня мы видим действительно то что проект развивается не по годам собственно по десятилетиям в рамках skyway у нас год считается за 10 лет и то что было допустим в августе это дамы и господа не сравнимо с тем что на сегодняшний день мы уже с вами видим то есть вот пожалуйста картинка в августе это закладка капсулы времени еще был не заложен даже нулевой километр то есть если говорить про нулевой километр то вот пожалуйста так же чтобы хроника представить и представление о ходе строительства экотехнопарка у вас имело место быть это уже начало строительства первой анкерной опоры то есть был заложен фундамент вы видите начало возведения так скажем первого этажа и если говорить про то что уже происходило в марте то есть когда уже выпал снег уже фактически были построены два этажа анкерной опоры уже в январе мы видели возведения девятнадцати промежуточных опор и девятнадцатая является металлической и собственно дамы и господа я могу сказать что это действительно очень серьезные испытания которые были пройдены для зао струнной технологии для всей общей нашей команды вы также можете увидеть репортажи дамы и господа активисты те кто в курсе может быстро найти пожалуйста об испытании модели 1 к 10 также сброс бросьте репортаж то есть вот на данных слайдах вы видите модель 1 к 10 это уже фактически не для кого неудивительная вещь и конструкция именно то что функционирует и осуществляет перемещение с точки а в точку б модель 1 к 10 сети подвижного состава и уже изготавливается соответственно модель 1 к 1 для представления на выставке в Берлине и на транс и дамы и господа мы можем сказать что 23 25 сентября произойдут очень серьезные новости в проекте в ходе переговоров на той самой выставке на ней многие активисты уже планируют быть и я рекомендую те кто действительно горит развитием проекта skyway спланируйте и посетите как это мероприятие так естественно у нас будет большая европейская конференция которую мы скажем уже чуть позже и если говорить про то что уже сегодня имеет место быть то вы видите буквально от сегодняшнего месяца фотографии фотослайды то что уже начало строительство второй анкерной опоры то есть на расстоянии один километр от первой анкерной опоры уже помимо того что установлены 19 промежуточных опор также вовсю так скажем устанавливаются уже промежуточные опоры для юнибайков и дамы и господа это действительно не может не радовать потому что это как раз таки процесс развития и это показывает что сегодня мы уже достигаем те результаты которые планировали и зао струнные технологии не просто что-то говорит что-то проектирует а уже происходит реальное строительство и соответственно тот экономический потенциал который подразумевает под собой проект skyway он оценивается если даже брать чисто по оценкам экспертов примерно в 400 миллиардов долларов как минимум но по оценкам опять же приверженцев школы skyway приверженцев именно анализа и прогноза вот Сергей Анатольевич Сибиряков в своих выступлениях также об этом неоднократно говорил это уже триллионы и десятки триллионов долларов еще в самом начале развития вот вы видите вдали пожалуйста это промежуточные опоры для легкой прогулочной трассы и если слева видите для легкой прогулочной трассы это фундамент для промежуточных опор то справа вы видите вдали для городской пассажирской и высокоскоростной трассы на самом деле я могу сказать что ни одна корпорация в мире не делала такое действительно видео фотоблог по развитию проекта потому что фактически ни одна корпорация в мире на сегодняшний день дамы и господа не развивалась таким способом каким мы развиваемся на сегодняшний день и огромная ценность то что на сегодняшний день люди которые ранее не имели возможности инвестировать серьезные проекты так как вход был закрыт и по инсайдной информации секретной я могу сказать что дамы и господа только крупные инвесторы обычно имели возможность входа в подобные проекты на сегодняшний день и огромная благодарность Анатолию Эдуардовичу Ницкому он действительно как прометей создает новый огонь потопления и действительно такой очаг для будущей транспортной индустрии и я могу сказать что будут спасены ввиду приближающихся мирового экономического коллапса кризиса и на расширенном технико-экономическом вебинаре я чуть подробнее обрисую почему мы так уверены это уже соответственно действительно экономический ковчег дамы и господа для как минимум десяток десятков тысяч людей да и что говорить сотен тысяч людей потому что на сегодняшний день и также с легкой руки по стратегии по развитию именно вот это было инициировано и придумано в самом начале тот человек который хотя бы проявляет интерес к проекту соответственно он получает минимальный пакет обязательств международной группы компании skyway которые теоретически могут превратиться это сто единиц обязательств соответственно в сто долларов в тысячу долларов может быть даже в десять тысяч долларов через три пять лет и соответственно даже тот кто просто зарегистрировался на данный момент эта возможность еще имеется но в будущем так как и сейчас очень стремительно снижается дисконт это все прекратится и соответственно по промежуточным опорам которые вы видите поедет первый юнибус далее 2017 году поедет по вот этим же промежуточным опорам уже в виде навесного транспорта то есть подвесной будет юнибус перемещаться под струнами и навесной соответственно на струны будет перемещаться высокоскоростной транспорт который будет ездить со скоростью 500-600 километров в час этой скорости абсолютно на самом деле достаточно дамы и господа чтобы перемещаться абсолютно комфортно безопасно не переутруждаясь какими-то перегрузками не находясь в пересадках и действительно этой концепции также следуют многие серьезные производители как и автомобилей так и даже самолетов потому что боинг через 10 лет планирует создать первый свой электрический самолет и дамы и господа на самом деле вот то что мы с вами делаем сегодня это очень серьезная закладка действительно фундамента будущей мировой транспортной индустрии и вот тот юнибайк который вы видите на слайде это знаете как пионер первопроходец в дверях чиновников то есть уже эта концепция вовсю используется на переговорах и использовалась более того в Австралии нам удалось в ходе проработки более года и всего лишь так скажем в январе 2015 года Брод Хук присоединился соответственно к развитию проекта в качестве обычного инвестора в начале велось общение в начале Людмила Хьюз замечательная женщина преподаватель английского языка и приверженца приверженка проекта Skyway развития проекта Skyway но к сожалению не в Австралии потому что там по законодательству ограничена возможность инвестирования в Skyway но по остальным частям света она познакомилась пообщалась кафе с Родом Хуком и соответственно Род Хука оказался не много не мало но бывшим бывшим министром транспорта инфраструктуры и планирования Южной Австралии представьте себе вот опять же к словам случайности не случайно действительно не случайно данная случайность потому что вы увидите уже перед расширенным технико-экономическом вебинаре вебинаром что сегодня вот уже фактически новости больше недели началось массовое широкомасштабное действительно популяризирование проекта Skyway в Австралии в одном из университетов Аделаиды то есть это кампус в Южной Австралии и соответственно 500 метров всего лишь трассы но это является пилотным проектом за которым потянется действительно локомотив серьезных проектов по грузоперевозкам по высокоскоростному направлению также по юнибайкам естественно это туристическое направление это уже потенциал оценивается в десятки а то и в сотни миллиардов долларов это только один континент и только Австралия но одно я могу сказать по Австралии точно уже все будет хорошо потому что там сделана управляющая компания и одним из руководителей повторяю является Родхук и Skyway транспорт Австралия будет заниматься инициацией внедрением адресных проектов уже занимается по всей территории Австралии и если говорить про экономический потенциал и чисто полезность для каждого человека который на сегодняшний день развивает проект Skyway просто колоссальная полезность так как это будет в первую очередь безопасно комфортно экологически чистое и скоростное перемещение которое будет доступно даже людям низших слоев общества и на самом деле вот опять же на сегодняшний день каждый из ныне живущих и наблюдающих за проектом Skyway людей может в корне изменить свою жизнь естественно теоретически потенциально то есть мы всегда эти слова будем повторять потому что наш проект на данной стадии несмотря на все этапы строительства несмотря на ту скорость которую мы набираем все же является венчурным но эти люди могут значительно поправить свое материальное положение но пожалуй прекратим на данный момент говорить о материальных выгодах поговорим о технических характеристиках и о том вообще что такое струна что такое струнная технология в первую очередь струнный транспорт основывается на очень высоких показателях аэродинамики то есть при выносе транспорта на высоту 5-10 метров над землей независимо от того навесной подвесной подвижной состав который перемещается естественно желательно сталь по стали в чем заключается конструкция концепция струнной технологии и соответственно аэродинамические показатели увеличиваются по эффективности фактически в два с половиной раза что говорить про недавно проведенные испытания спецбетона и была получена марка необходимая для прокачки действительно на километры внутри путевой структуры то есть путевая структура у нас внутри не то что полая но очень много свободного пространства и с помощью бетона идет омоноличивание уже самой струны то есть этой системы стальных проволок и соответственно мы можем сказать что на сегодняшний день были достигнуты такие результаты которые говорят о том что струнная путевая структура абсолютно по сегодняшним испытаниям и результатам результаты обязательно будут опубликованы официально потому что скрывать здесь нечего и если говорить кстати про продувку то при продувке и попытке установления конкретных показателей коэффициент аэродинамического сопротивления оборудование в Санкт-Петербурге не справилась то есть ранее коэффициент аэродинамического сопротивления 0,75 0,075 извиняюсь был то есть это значительно выше чем у современных спортивных самолетов что уж говорить про современные спортивные болиды и если учитывать то что идеальная форма капли кстати каким является фактически наш подвижной высокоскоростной состав который будет достигать повторяюсь 600 километров в час максимум то есть в начале это 500 километров в час будет и идеальная форма капли может достигать 0,065 я считаю что примерно показатель 0,07 был достигнут и оборудование как раз Санкт-Петербургского продувочного центра не справилось даже вот немножко поправочки сейчас у меня в мыслях воспоминания всплыли что 0,04 даже максимальные коэффициенты динамического сопротивления возможны при идеальной форме капли то есть каким было и на сегодняшний день имеет место быть коэффициент динамического сопротивления подвижного состава но остается догадываться то есть как только будет оборудование способно показать точные результаты мы об этом узнаем но уже понятно что это действительно эффективно что такое струна я упомянул что струна это система из предварительно напряженных растянутых и закрепленных стальных проволок либо это арматурные небольшие канаты соответственно они находятся в упорядоченном состоянии специально закрепляет с помощью элементов крепления и спецбетон специальной марки который был недавно и разработан специалистами зао струнные технологии абсолютно вязкий абсолютно текучий и способный омоноличивать конструкцию за короткий промежуток то есть это будет прокачка бетона от одного до трех километров то есть вот именно пролеты будут один три километра и соответственно далее ставится головка рельса и вся конструкция не имеет сварных швов стыков соединений то есть это не разрезная конструкция кстати статически неопределимая и при перемещении сталь по стали с минимальными потерями с колесом специальной формы ряд ноу-хау есть и в форме колеса перемещается аэродинамический подвижной состав скоростной транспорт скайвей и соответственно действительно с минимальными шумовыми эффектами с минимальными расходами топлива то есть если говорить про расход либо энергии либо топлива примерно 20 киловатт будет потреблять 50-ти местный пассажирский подвижной состав и примерно 3-5 литров если говорить при переводе на язык цифр в топливном соотношении это значительные экономии дамы и господа по сравнению с тем что на сегодняшний день имеет место быть в современных дорогах современных автострадах и что говорить на расширенном технико-экономическом вебинаре я сравню задач с серьезным проектом который очень важен для украины по стоимости по скорости по срокам строительства именно вот современной авто стакады автострады по сравнению со струнной путевой структурой и созданием в целом вообще инфраструктуры то есть один километр оценивается именно с полностью готовой инфраструктурой с автоматизированной системной управления беспилотной с закладкой и возможностью наличия в путевой структуры внутри либо под путевой структуры силовых кабелей различных радиочастотных мобильных сигналов всех возможных цифровых сигналов то есть более больше десяти видов подвижной состав будет обладать как интеллектуальной системой машинного зрения это дамы и господа только малая часть того что рассказывается не раскрывается очень много репортажей было сделано вы можете об этом прочитать посмотреть услышать непосредственно на официальных каналах skyway но одно мы можем сказать что действительно на сегодняшний день струнным технологиям быть как говорил Александр Иванович Лебедь действительно мы на сегодняшний день развиваемся стремительно то есть нет сомнений что осенью 2016 после выставки в Берлине если выставки в Берлине будет представлена модель подвижного состава один к одному то уже после выставки поедет первый юнибайк и поедет первый юнибус это соответственно легкая прогулочная спортивно-эскурсионная трасса и уже городской пассажирский транспорт с этого времени мы даже не можем предположить какой скачок произойдет и если сейчас вот фактически осталось остались считанные дни по идее сегодняшнего дня уже должен был быть осуществлен переход на седьмой этап но до восьмого числа до 23.45 по московскому времени был продлен потому что уже вот на расширенном технико-экономическом вебинаре об этом факте расскажу даже серверы достаточно мощные серверы не справились с тем наплывом желающих инвестировать в SkyWay потому что действительно это возможность обеспечить свое будущее уже здесь и сейчас настоящим этой возможности не будет ни у наших детей не было ни у наших родителей и поэтому на ранних стадиях еще поддерживали и говорили о концепции развития сети транснет достаточно серьезные экономические обозреватели макроэкономисты Хайзин Михаил Леонидович Делягин Михаил Геннадьевич уже позже посещал с делегацией Гришин Сергей Анатольевич в своих интервью упоминал Жириновский Владимир Вольфович об необходимости применения струнной технологии и многие многие другие дамы и господа мы действительно приглашаем вас быть в одной лодке с такими серьезными экспертами и также с уже и крупными инвесторами то есть есть инвестиции на одного человека более 300 тысяч долларов люди сейчас инвестируют и такие суммы и то ли еще будет потому что действительно причина единственная на мой взгляд рассказывать о проекте SkyWay всем окружающим людям потому что это абсолютное и неоспоримое благо которое вы несете в массы естественно можно говорить о венчурности о том что может произойти все что угодно например есть риски различные что встретится сопротивление например мировых транспортных корпораций но дамы и господа когда-то все равно был внедрен двигатель внутреннего сгорания был заменен гужевой транспорт вместо городской телефонной сети проводной появились мобильная связь и технологический прогресс он никогда не будет отменен на сегодняшний день потому что наша индустрия стремительно развивается и точно так же как мы переходим с одного этапа на другой и дискаунт то есть ваша венчурная премия за ваш риск на тот момент стремительно уменьшается если говорить про дискаунт немножко напомню что в 2014 году это было один полуторам тысячам даже двум тысячам в 2013 году было сегодня это соответственно при максимальных условиях один пятистам один к четырем стам и эти условия будут изменены с восьмого июня ну вот собственно такой экскурс более конкретный то есть мы Сергей Анатольевичем как и говорили обязательно запишем идеальный вводный вебинар то есть на котором мы будем четко и выверено давать информацию то есть это уже можно сказать в работе и также подобные идеальные вебинары появятся и в других направлениях как по маркетингу то есть развитию инвест проводящей системы так и по юридической части так и естественно по экологии по различным другим областям которые включают на сегодняшний день развитие Skyway Capital дорогие друзья всех благодарю за внимание и до скорых встреч до скорой встречи буквально через 15 минут на расширенном технико-экономическом вебинаре дорогие новички если вам информация действительно полезна ждем вас в этой же комнате на расширенном технико-экономическом вебинаре ну либо до скорых встреч уже в наших подвижных составах в большинстве вопросы заклина Продолжение следует...